Я сегодня поделюсь с вами коротко словом, потому что Писание говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вы знаете, и все через него начало быть, что начало быть, и ничего не начало быть без Божьего Слова. Так что, знаете, я думаю, что Слово Божье является самым важным в нашей жизни, оно представляет нам нашего Господа, оно представляет нам Господа Иисуса Христа, который есть наш Господь, и в начале всего это Слово Божье. Я надеюсь, что в жизни каждого из нас точно так же и происходит, что в начале нашей жизни есть Божье Слово, и я не буду говорить сегодня об этом, просто несколько слов для ободрения. Я думаю, что Иисус сказал такие слова, ищите прежде всего Царство Божье и правду Его, и все остальное привозят с вами. Мы в этом дне, в этом году, мы говорим об этом, молимся об этом, мы живем этим Словом, и это Слово является центральным для этого года, о приоритетах Божьего Царства, искать Божье Царство прежде всего. Но, знаете, я думаю, что искать Божье Царство, это также искать прежде Его Слово, искать прежде Его Слово. Отрегулируйте, пожалуйста, мой микрофончик, Антош, отрегулируйте мой микрофон. Это искать прежде Его Слово, и Его Слово прежде всего. Если мы поставим Его Слово на первое место в нашей жизни, тогда все остальное приложится, все остальное станет на свои места. Перед тем, как я открою местописание, и мы будем говорить с вами, я хочу сегодня поделиться несколькими вещами. Я хочу рассказать о том, что мы на этой неделе имели прекрасную возможность, и, возможно, вы уже слышали об этом. Вот, но я еще повторю, кто-то об этом не слышал. У нас была акция в эту среду, и эта акция, мы уже проводим вторую такую акцию, и кроме всего этого мы еще помогаем социальной службе Васильковского района. Кроме этих акций мы купили им несколько вещей, которых они просили, детские бутылочки, пустышечки, там еще какие-то вещи. Но на этой неделе мы посетили 20 семей в Васильковском районе. Это семьи малоимущих, это семьи бедных людей. В частности, в этих семьях минимум двое детей в каждой семье, от двух до шести детей. И мы также посетили семьи, где родители ВИЧ-инфицированы, и, возможно, дети, никто не знает пока об этом. Вот, и мы также посетили семьи, где родители являются инвалидами. Одна семья, где мама сидит в коляске, а у отца почти не работает половина, одна часть его тела, и там четверо деток. И также одна семья, где мама, мать-одиночка, но у нее не работает рука, висит, по-моему, правая левая рука. Вот, и мы были там впервые. Мы также были в одной семье, где девочке 14 или 15 лет, я точно не помню. Это маленькая девочка-подросток. Она еще совсем выглядит молоденькая, она не выглядит, как некоторые подростки в 15 лет. Но эта девочка, которую насиловал ее дядя, он родной брат ее мамы, вот, и он сейчас в тюрьме, уже был суд или будет суд скоро, вот, он будет осужден. Но, однако же, этот ребенок, он, были нанесены ему психологические травмы очень серьезные. Вот, и, конечно же, я скажу вам, когда мы посетили эту семью, я ужаснулся. И потом я разговаривал с твоей сестрой Людмилой, я сказал, слушай, Люда, при твоих скромных условиях ты живешь на небе, а я живу на третьем небе. Вот, потому что те, кто, вы, может быть, видели несколько картинок, но то, в каких условиях они живут, это ужасающе. То, в какой посуде они готовят кушать, я думаю, что навряд ли я бы взял эту кастрюлю в свои руки. Мне было бы не по себе просто держать ее в руках, не то, чтобы готовить в ней картошку или пищу. И это, конечно, очень сильно впечатляет и, с одной стороны, приземляет, с другой стороны, и с третьей стороны, это, как бы, знаете, это нас смиряет, потому что мы видим те обстоятельства, в которых живут люди, вот, и эти люди живут в очень сложных условиях. И, знаете, я смотрел, на чем они спят, я смотрел на их стены, которые просто помазаны глиной, на то, как они носят воду через окно от соседей, и как они, где у них туалет, где у них удобство. И, знаете, просто, наверное, спокойным остаться невозможно. Вот, и мы, я уже говорил, что таких семей более двух тысяч, только в базе данных в Васильковском районе, в социальной службе. И мы также были в этом центре, где женщины скрываются от насилия, семейного насилия в своих семьях. И, вы знаете, тоже все впечатляет. И также мы встретились с одной женщиной, которая также скрывается от насилия. Муж забрал у нее двоих детей, и он их настроил против нее. И я уже рассказывал, мы ее не видели до этого, но мы с ней познакомились. Она, он ее привязывал веревкой за шею и заставлял там ходить на четвереньках. И, ну, в общем, это все просто ужас. Вот, человек восстанавливается, возвращается к жизни. И, вы знаете, я думаю, с одной стороны, есть две вещи в этом всем. С одной стороны, я думаю, Господи, спасибо Тебе за ту благодать, которую мы имеем. Я очень благодарен Тебе за все, что я имею, за все, чем я обладаю, чем Ты меня благословил. И на сегодняшний день и общение, и друзья, и то, что есть в моей жизни, и церковь, и, с другой стороны, вторая сторона вопроса. Я думаю, Господи, помоги нам не стать твердыми, и помоги нам не стать такими, которые уже не реагируют на то, что происходит вокруг нас. И в этот раз мы были втроем, и была Наташа Ластова, и также наш брат Виталий был. Вот, и что еще очень позитивного, вы знаете, 32 человека, по-моему, из них, взрослых людей, прочитали молитву покаяния. Я не знаю, насколько, потому что у нас было мало времени, и нам нужно было посетить 20 семей. И это район, мы проехали 200 километров, чтобы посетить эти 20 семей, потому что расстояния немаленькие. Но каждый из них прочитал молитву покаяния. И я не знаю, насколько это осознанно произошло, Бог знает, но я знаю, что этот контакт, который мы имели с этими людьми, он не случайный. И с нашей стороны это абсолютно бескорыстно, потому что мы не преследуем никакой корыстной цели. Вот, просто мы думаем, как помочь этим людям дальше. Вот, и, но это классно, что они могли соприкоснуться каким-то образом, прямо или косвенно, понимая или не понимая это, они могли помолиться. Никто из них не отказался молиться. Слава Богу за нашего брата Виталия, он помазан для этого, чтобы вести людей в этой молитве покаяния и свидетельствовать о Христе. Никто не отказался. И знаете, будем молиться за них, чтобы Бог коснулся их сердца. Так как они не живут в Киеве, в Дарвинском районе, они не являются потенциальными членами нашей поместной церкви, но они являются теми, кого сотворил Господь. И эти детки, это что-то, вы знаете, когда ты смотришь на это все, на это смотреть очень, очень сложно, спокойно. Одна девочка, к которой мы пришли, и у этой мамы, она мать-одиночка, их двое, девочке, может быть, лет пять, и еще маленькая девочка на руках. И она, я ей подарил детскую библию, комиксов на украинском языке. Вы знаете, она схватила эту библию и побежала во двор. И оставила свою книжку, прибежала с этой библией, и я ей говорю, слушай, вот здесь в культе конфеты, есть печенье, может быть, ты хочешь печенье? Она сказала, нет. Конфеты будешь? Нет, нет, не буду конфеты. У меня вот есть эта книга. Ей так понравилась эта книжка, там она есть на фотографиях, если вы видели. Такая классная девчонка. Вот, и также мы были в одной семье, которые хотят забрать детей в детский дом, мальчик и девочка, маленькие. Вот, и мы хотим помочь им. И уже некоторые люди откликнулись, им нужна двухэтажная кровать, им нужен письменный стол и еще что-то, чтобы как-то сделать обстановку, чтобы комиссия не забрала у них детей. Вот, потому что лучше, чтобы дети находились с родными, потому что это тоже некий бизнес, потому что некоторые люди заинтересованы забрать их, потому что за это государство платит деньги тем, у кого они находятся под опекой. Но социальные работники, мы видели, что эти дети, они хотят быть в семье, и они, на самом деле, они плачут, когда они услышали, что их могут забрать. Эти маленькие детки, они просто плачут об этом. И, вы знаете, это так все интересно, серьезно. Не просто интересно, это все очень серьезно. Вот, и таких людей больше и больше. Последняя семья, которую я посетил уже на следующий день, мы не успели. Одна семья, которая живет совсем рядом с Васильковым, и там девочке 2 годика, есть ее страница на Фейсбуке. Вот, и у нее болезнь, которая требует, какая-то болезнь крови, которая требует пересадки, это не лейкемия, не лейкоз, но она требует пересадки костного мозга. И когда закончится карантин, они поедут в Италию, и они уже собрали. В Италии это стоит 125 тысяч евро, пересадка костного мозга, и также они должны еще год прожить в Италии, и они сейчас собирают деньги на это. Когда все остановилось, их жизнь не изменилась, и отец говорит, я чувствую себя ужасно, потому что каждый месяц я должен заработать 40 тысяч гривен только на лечение ребенка, чтобы поддержать его в состоянии до трансплантации. Врачи занесли ей гепатит, это маленькие девочки при переливании крови занесли гепатит, также это все усложнило. И вы знаете, когда соприкасаешься со всем этим, думаешь, Господи, Боже мой, спасибо тебе за милость, которую мы имеем, спасибо тебе за благодать, которую мы имеем, и помоги нам не стать эгоистами, сфокусированными только на себе и своих нуждах и проблемах. Поэтому будем молиться, будем не только молиться, будем идти, будем жертвовать, и спасибо, что вы жертвуете, у нас еще есть до сих пор средства. Я думаю, что на одну или две акции, может быть, у нас еще хватит средств, мы выкладывать будем отчеты, вы видели чеки, все абсолютно ясно, прозрачно. Я думаю, что это может вылиться в большую работу с большими масштабами, потому что, я скажу вам, нужды намного больше, чем мы можем себе представить. И мы не можем жить так, что мы просто закрыли свои глаза, где-то зарылись головой в песок или во что-то, в свой дом, свои проблемы, свои нужды. И как бы, знаете, вокруг нас не существует мира. Он есть, и, к сожалению, он намного сложнее, намного хуже, чем мы можем себе представить. Мы были также в семье, где дети в 16 родили ребенка, и это 15 или 16-летние родители, это ужас, вы знаете, это как бы все сложно, но это уже никуда не денешь. Эти подростки, знаете, которые стояли, они тоже читали молитву покаяния, и им нужен манеж, мы пообещали им привезти манеж. Вот, все это намного сложнее, чем можно представить. Но слава Богу за то, что Бог дает нам возможность, и я уже говорил, что я помню, когда пастор Артур Мусалян был у нас после Нового года, он говорил, что если вы будете искать мое лицо и света моего слова, я покажу вам двери, которые откроются. Я не знаю, но, возможно, это одна из дверей, которая для нас открывается, и наша возможность послужить, как написано, я говорил вам, что мы смотрели Евангелие от Марка, и там вы читали, наверное, это местописание, когда написано, что Иисус, 10 глава, 45 стих, Иисус сказал такие слова, что ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Наверное, это, знаете, наверное, это какая-то высшая степень такого, знаете, христианского мышления, отношения, что ли, высшая степень победы над эгоизмом и эгоцентризмом в своей жизни, когда можно думать, как Иисус, он же сказал нам быть похожим на него, он сказал, что мы больше и больше должны быть похожи на него, а он сказал, что я пришел не для того, чтобы мне служили, не для того, чтобы меня почитали, но я пришел для того, чтобы послужить многим, для того, чтобы послужить для спасения многих. Поэтому давайте будем похожими на Иисуса Христа, мы будем молиться за этих людей. И я верю, что они разные, абсолютно разные эти люди. У кого-то есть дом, у кого-то есть сарай, у кого-то лучшее условие, у кого-то худшее условие, но все они нуждаются в Иисусе Христе. Может быть, они немного нуждаются в этом продуктовом пакете, но они все нуждаются в Иисусе Христе. Это точно они нуждаются в Иисусе Христе. И сегодня я начну с местописания, которое написано в Колоссяном. Третья глава с пятого стиха прочитаю и пройду довольно быстро то, что хочу сказать, постараюсь. И так умертвите земные члены, ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение, за которое гнев Божий грядет на сыновопротивление, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека делами его и облегшись нового, который обновляется по образу создавшего его. И Евангелие от Матфея, 12 глава говорит нам с 43 по 45 стих, что когда нечистый дух уходит из человека, он уходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда он пытается возвратиться, чтобы снова попасть в этот дом, завладеть этим человеком, и он идет и берет с собой 7 злейших и так далее. Если они входят, тогда для человека бывает хуже настоящее, чем предыдущее. О чем я хочу говорить сегодня, тема моя называется так, может быть немного странно или забавно, но называется «Убить драконов» или «Убить дракона». Одного дракона или многих драконов. Я, конечно, сегодня не буду говорить о драконах в классическом смысле слова. Мы знаем, кто такой главный дракон, но, знаете, каждый из нас, я сделаю такое утверждение, что каждый из нас в определенный период своей жизни, в определенный период времени он сражается с определенными драконами. Знаете, это иногда демонические духи, иногда это искушение, иногда это что-то, что в нас является потенциалом нашего плотского естества. Знаете, иногда демонические духи, они производят, знаете, такой дух времени, производят такое большое зло, уносят миллионы жизней. Например, также это аборты, расизм, извращение, лже-религии, гонения какие-то, терроризм. И я бы мог называть этот список больше и больше, ну, еще дополнять, но это всего лишь некоторые из тех драконов, с которыми сражаемся мы и сражается наше поколение. Но скажу так, я не буду сегодня говорить об этом, я скажу несколько слов о том, что в реальности и в реальной жизни нашей большинство драконов, с которыми мы сражаемся, мы знаем, что драконы это персонаж несуществующий, но мы об этом тоже поговорим, вот, я не ставлю это под вопрос, но большинство с драконом, с которым мы встречаемся, сражаемся, это не те, которые существуют снаружи, но большинство драконов, которые угрожают нам и с которыми нам предстоит сражение, это те, которые внутри нас, я скажу больше того, это те, которых мы высидели, это те, которых мы вскормили, это те, которых мы взрастили в своих сердцах. Так, о чем ты хочешь сказать, пастор, я скажу, это похоть, это гордость, это жадность, это эгоизм во всех его проявлениях, это ненависть, это отказ от ответственности, недостаток самодисциплины, и знаете, этот список можно продолжать и продолжать, я скажу так, что это те драконы, которые обычно разрушают нас, потому что мы защищены, у нас есть доспехи, у нас есть оружие воинствования нашего, но что-то происходит внутри, эти маленькие внутренние дракончики, которые со временем, если с ними ничего не сделать, они становятся огромными монстрами, о которых мы упоминали раньше, они вырастают, и скажу так, что маленькие битвы, с которыми мы встречаемся лицом к лицу, это часть намного большей войны, потому что понимание того, как мы, знаете, как действует Господь, очень важно, что Он делает, и как Он движется, как Он сражается, и это помогает нам, помогает нам увидеть Божью стратегию, и что Бог делает с этими вещами, как Он учит нас противостоять этим вещам, и я молюсь о том, чтобы Бог дал нам мудрость, чтобы мы могли убить тех драконов, которых мы должны убить, не бойтесь этого слова, убить на самом деле, прикончить на самом деле каждого дракона, с которым мы встречаемся, не только, мы не говорим о глобальных вещах, которые в этом мире, но прежде всего мы говорим о тех, которые в нашей личной жизни. Я хочу прочитать еще одно местописание, Иакова, 5 глава, здесь написано так, злошнураждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом поступка, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Итак, первое, что я сказал сегодня вам, это первый вопрос сегодняшнего послания, сегодняшней проповеди. Что является моим драконом? Или что является вашим драконом? Что является чем-то в моей жизни, что я не должен пропустить, И что не является таким уж маловажным, и я не должен позволить этому вырасти, потому что это чревато тем, что потом это станет чем-то, что воюет со мной. Вот. Такую детскую книгу под названием «Драконов не существует». Суть этой книжки заключается в истории о маленьком мальчике, которого звали Билли Бигсби, и этот мальчик, я не знаю, есть ли мультик на эту тему, наверное, должны были снять мультик на эту тему, но этот мальчик однажды утром, он был очень удивлен, когда увидел, проснувшись, увидел в своей комнате маленького хорошенького дракончика. Такой симпатюга, симпатяга, такой маленький хорошенький дракончик. И когда он рассказал об этом своей семье, когда он рассказал об этом своей маме, она ответила «Драконов не существует». Когда он рассказал об этом своей семье, все сказали «Драконов не существует». И все его знакомые, все в окружении сказали «О, о, драконов нет, о чем ты говоришь? Драконов не существует». Это история из этой книжки. И вскоре этот дракончик был уже внизу, он сидел на кухне, на кухонном столе, и все игнорировали его, потому что все знали и все говорили, что дракончика нет. Дракончика не существует, их не может быть, это вымысел, их нет. И скоро этот дракончик вырос и стал таким большим, история этой книги говорит о том, что он стал таким большим, что когда по дороге проезжал грузовик, этот дракончик догонял этот грузовик. И когда он бежал, то на своей спине был дом, в котором жил этот мальчик Билли. Вот, он вырос таким огромным. То есть, о чем я хочу сказать вопрос, а что если я не могу контролировать своего дракончика? Что если он рос по мне годами, и теперь он может быть, знаете, таким полноценным монстром с тремя головами и собственным почтовым индексом и с адресом проживания? Что если это? Знаете, если верить этой книге, то простите, что я здесь серьезным людям говорю о несерьезных книжках детских. Но Иисус сказал, что если не будете как дети, не войдете в мое царство. Поэтому иногда нужно вспоминать детские книги. Правда же? Если кто-то верит, помошите мне рукой. Ок, ок, я вижу вас. Но, знаете, ключевым моментом, история этой книги рассказывает, что ключевым моментом для этого мальчика Билли Бикси было признание того, что у них есть дракон. И каждый раз, когда он признавал существование дракона, то этот дракон или дракончик становился меньше и меньше. Слышите, да? Это история этой книжки. Вы знаете, я думаю, что нужно быть смиренным человеком, не гордым, чтобы признавать существование в своей жизни какого-нибудь дракончика или драконища уже. Или дракоши. Или дракулы какого-то, знаете, такого. Но все зависит от того, как мы его кормили и насколько он вырос. Правда же, да? Может быть, он такой дракончик. Может, он драконища, знаете. А может, уже драконит нас полжизни. Мы ничего не можем с этим сделать, потому что он внутри нас. То я думаю, что в соответствии с тем, что я сказал в этой книге, проблема решалась как минимум тем, что они должны были признать, он должен был признать существование этого дракона. Если он говорил, ничего нет, проблемы нет, она становилась больше и больше. Знаете, ничего ли это нам не напоминает случайно о нашей жизни? Чем больше мы хотим игнорировать какие-то вещи, я не хочу никого сегодня загнать под осуждение, просто у меня такая тема. Я об этом говорю сегодня. Чем больше мы хотим, знаете, ходить в такой свободе, и это хорошо, Иисус освободил нас, но не признавать ничего и сказать, что ок, в моей жизни все хорошо, нет драконов, нет проблем. Я человек, нет проблем, в моей жизни нет проблем, со мной нет проблем и так далее. Тем, знаете, чем больше мы игнорим то, что у нас есть, тем больше этот дракончик имеет возможность вырастать или возрастать. Я скажу, что самое интересное, что этот дракончик прежде всего, больше всего вреда, когда он вырастает. Он приносит таки нам, а не кому-то, кто рядом с нами. Знаете, это простой принцип. Давайте, скажем, определим этот очень простой принцип. Признать, что у меня есть проблема с гордостью или с тем, или с грехом, или с какой-то вещью, или с эгоизмом, или с чрезмерным себелюбием и так далее. И тогда есть шанс, потому что, знаете, гордый человек, он этого не признает. Но для того, чтобы признать и сказать, о, Господи, я такой великий, понимаешь, а меня глючит и плючит. У меня вот, я вот ненавижу и не могу простить, а я такой, а я такой, аллилуйя, такой красавчик. Но, вы знаете, вот я скажу вам, что на моей практике, в моей жизни, насколько я видел многих верующих людей за свою практику христианскую, что чаще всего ни дьявол, ни люди, ни что-либо портит хорошим христианам жизнь. Чаще всего христианам портит жизнь внутренние драконы, которых они сами вылили, вырастили, дали им пространство, кормили их, поили. И потом, знаете, эти монстры завладели их сердцем, их эмоциями, их жизнью, их мышлением и так далее. Они даже не подозревают, откуда растут ноги у этой проблемы. Я скажу вам, если человек, любой человек не становится честным в отношении своей проблемы, для него не может быть решения. Любая проблема, которую нужно решать в моей жизни, нужно быть честным по отношению к этому. Помните, простите, выпью водички, помните, когда привели женщину к Иисусу, взятую при любодеянии, ее взяли на горячем. И там эту бедную, несчастную женщину, она была бедной и несчастной, потому что была грешницей, привели толпа мужиков, которые, я не знаю, были ли они счастливыми, но, не знаю, по-моему, они не были менее грешными. Потому что Иисус сказал им, кто из вас более праведный или без греха, первый брось камень. И знаете, самое позитивное то, что у них была совесть. Эта совесть начала говорить им. Каждый из них посмотрел на эту женщину, и он понял, что он грешник, знаете, он развернулся и ушел, все бросили камни. А думали, что эта женщина самая грешная. Но у каждого были какие-то скелеты в шкафу, у которых, знаете, там же Иисус был, и он сказал им прямо, и они вспомнили об этом, что у них есть скелеты, знаете, эти дракончики. И они поняли, что не только у этой женщины есть драконы, но есть дракончики и драконищи, может быть, в моей жизни. Поэтому я не самый праведный, пойду-ка я во своясе. И так они все ушли. Но знаете, что Иисус сказал этой женщине? Видишь, они не осуждают тебя. В смысле, никто не кинул камень. Я тебя не осуждаю. Но потом он сказал очень важную фразу. Иди и впредь не греши. То есть он говорит, иди и возьми ответственность за свою жизнь. Потому что взять ответственность, это быть честным человеком. И это не между мной и вами. Это между вами и Богом. Это между мной и Богом также. Если я не становлюсь честным в отношении себя, с тех вещей, которые есть в моей жизни, в моем сердце, в отношении того, что происходит. Если у меня нет смелости назвать вещи своими именами, такими, как они есть. Ничего плохого вам не скажу, но скажу вам честно. Дракончик будет расти. Будет расти. Так и будет расти. Я сказал перед этим вам, что надо признать, что он существует, если он существует. Не надо, первое, я сказал, кто такой наш дракон, красный, белый, с большими крыльями, какой у него клюв, какие зубы или рот, какой пасть какая. Ну, надо понять, кто он такой, знаете. Кто он, кто портит нашу жизнь. Или он маленький еще. Значит, лучше его раздавить, когда он маленький. Знаете. Но, второе, что я сказал, это признать, что он существует. Не надо говорить на то, что есть, что его нет. Но, третье, что очень важно, хочу сказать сегодня, это важно возновидеть своего дракончика. Знаете, иногда мы терпим неправильные вещи, грехи, компромиссы. Потому что, знаете, есть только одна, ну, не одна, но самая главная причина, почему мы терпим это. Ну, с какой стати в моем доме должен жить дракон? Какая причина, что, знаете, если я знаю, что я пригласил это существо, или оно каким-то образом появилось в моем доме, и через пару-тройку лет оно просто разрушит все, что вокруг меня, а не оставит камня на камне. Да я его сейчас же прикончу. Но, знаете, вот это точно так, что кто-то нашел маленького львеночка и посадил его себя во дворе вместо собачки. Ну, да, на начальном этапе ты можешь даже спать с ним на диване. Но вопрос, что будет через пару лет? Ты будешь хорошим завтраком для него, или обедом, или завтраком, обедом и ужином. Вот и все. Нельзя легкомысленно к этому относиться. Знаете, есть одна причина, почему мы не рассматриваем своих драконов как врагов, потому что мы не рассматриваем, на самом деле, что они наши враги, и они являются разрушителями нашей жизни. То есть мы как бы не думаем, что они могут разрушить нас и могут разрушить нашу жизнь. Поэтому мы позволяем этим вещам быть в нашей жизни, присутствовать. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея, 18 главу, здесь Иисус Христос говорит, какое должно быть отношение к этим вещам. Он там называет разные грехи, соблазн, который приходит, и он говорит, если твоя рука тебя соблазняет, отсеки ее, если глаз, ну, вы знаете. И он говорит, лучше тебе с одним глазом, с одной рукой войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть веженым двьям. Знаете, если об этом думать вот так чисто напрямую, то мне кажется, что придя на небо, мы бы все с удивлением обнаружили, что там одни коллеги, знаете. Потому что кого-то глаз соблазняет, кого-то ухо, кого-то нос, кого-то рука, кого-то нога. И мы же все хотим быть с Господом. Пришлось бы кому-то отрубить ногу, руку, а кто-то бы вообще, знаете, в виде обрубка попал на небо только, потому что много грехов и много искушений. Но Иисус не об этом говорил. Он ни в коем случае не хотел, чтобы мы попали в Царство Небесное, знаете, такими коллегами или уродами, которые обрубили все. Но он говорит об отношении. Он пытается показать, что наше отношение к этим вещам должно быть жестким. Он говорит, ты не можешь дракончику говорить, окей, хорошо, я тебя люблю. На определенном этапе да, но пройдет время, и он откусит тебе голову. Пройдет время, он сожрет тебя с потрохами, ботинки выплюнет, если они невкусные. Поэтому не надо с этим шутить. Это не, знаете, это не второстепенный вопрос. Он не является незначительным, потому что грех может разрушить наши жизни и здесь, в этом мире, и в вечности. Это правда. И не только это, но грех также разрушает жизни окружающих людей. Потому что Бог ненавидит грех. Знаете почему? Потому что он ненавидит конец в начале. Он не просто ненавидит грех сам по себе. Он знает разрушительную силу греха. Он знает, к чему это приводит. Он знает, кем становится человек. В какой ситуации он оказывается, если он не разбирается с тем драконом, который присутствует в его жизни. Он видит ущерб и разрушение, наш Господь. Он видит ущерб и разрушение, которым приводит грех в жизни и в мире. Поэтому, знаете, если бы мы могли посмотреть на маленьких драконов в нашей жизни с точки зрения Господа, то мы бы не смотрели на них как на забидных существ, знаете. Мы бы не смотрели на свою гордость, на свой эгоизм, на, ну, я не буду классифицировать и называть именами, но на все эти вещи, знаете, на свою плоть нереальную, знаете, или там на непрощение, обиды, горечи и много всего, о чем говорит Писание. Мы бы, если бы мы посмотрели на это Божьими глазами, смогли бы посмотреть, к чему это приводит в итоге, знаете, что со временем они становятся, знаете, такими постоянно растущими, огнедышащими монстрами. Мы стали бы безжалостными к ним. Мы бы относились к ним так, как относится Господь. Вот, потому что, если мы нянчимся со своими грехами, если мы нянчимся со своим эгоизмом, со своей гордостью, мы терпим их, мы, знаете, лелеем их, и это же наша жизнь, это как я себя чувствую, это же я сам, это же касается меня, это часть меня и так далее. Значит, в моей жизни есть что-то опасное, есть что-то неправильное. Я никого не ввожу под осуждение, поймите меня правильно, я говорю Божье Слово сегодня абсолютно нейтрально. Если мы относимся к неправильным вещам серьезно, вот, поэтому мы будем стараться быть похожими на Иисуса Христа. И для многих из нас очень важно быть эффективным в наших духовных битвах и побольше сидеть у ног Иисуса и пропитываться Его присутствием, научиться быть послушным Ему, потому что мы любим Его и так далее. И Он поможет нам. И еще несколько слов, буду заканчивать. Четвертое. Избавиться от дракончика нужно, пока он маленький. Вы помните, да, что было третье? Третье было ненавидеть Его нужно, чтобы избавиться. Если ты не ненавидишь Его, ты от Него не избавишься. Если ты возненавидишь это, ты избавишься от этого. Ты избавишься от всего, от всего, что ты ненавидишь. Ты не избавишься никогда от того, что тебе нравится. И перед этим было следующее. Признайтесь, что... Ладно, я не буду говорить это вам, я скажу это себе. Слушай, друг, ты тут разговариваешь много. Тебе нужно признать, что драконы в твоей жизни существуют. Я себе это сказал. Нужно признать, что они существуют. Следующее. Я уже сказал вам, повторил, что нужно Его возненавидеть. И третье. Следующее. Четвертое. Это избавиться от Него, пока он еще маленький. Знаете, самое легкое. Это избавиться от них, раздавить их, пока он еще в яйце, когда он еще маленький. Потому что большие проблемы вырастают из маленьких, большие грехи вырастают из маленьких. Разрушение семей и большие измены вырастают из просто... Ну, от такого безвинного просмотра порнографии, которая становится, ну, таким постоянным способом жизни. И это просто разрушает жизнь, разрушает отношения, разрушает любовь в семье и так далее. Все начинается с маленьких вещей. И если я честный, если я буду честный с собой, я на самом деле скажу так, друзья. Я на самом деле осознаю, очень часто осознаю, что на самом деле происходит. Я осознаю, что происходит. Я осознаю, что происходит, потому что я честный. Один человек рассказал такую историю. Знаете, он просто ненавидел стричься. И это была проблема. Он говорит, что... Я просто не любил ходить в парикмахерскую. Но однажды я попал к мастеру, который меня хорошо стригло. И мое отношение изменилось. Женщина, у которой я стригся, он сказал, была очень привлекательной. И с ней было интересно разговаривать. Когда она стригла меня, время пролетало незаметно. Я ходил в тот салон около двух месяцев. И всегда наслаждался этим временем и общением с ней. Он говорит, в один день я проснулся и увидел, что в моем расписании сегодня на этот день назначена стрижка. И он говорит, я почувствовал такое волнение внутри. И я с радостью предвкушал встречу с этой женщиной. Он говорит, должен сказать, что в то время я был женат, у меня было двое детей. И потому, говорит, я позвонил в салон, отменил стрижку и больше никогда туда не приходил. Ничего не произошло. Ничего не случилось. Но он говорит, что, скорее всего, там бы ничего и не произошло. И не зародились бы никакие отношения неправильные. Он говорит, я был в этом абсолютно уверен. Это было невозможно. Но он говорит, я тоже знал такую вещь, что любая измена начинается с маленького невинного трепета и волнения внутри. Поэтому я просто раздалил это яйцо. И я просто закрыл эту дверь. И был немного жестоким в этом смысле. Жестким. Если я могу убить это существо еще в период внутриутробного развития, тогда никогда мне не придется сражаться с монстром. Если я сражаюсь с монстром, который меня одолевает, и этот монстр внутри меня, это говорит только об одном. Что на определенных этапах своей жизни я просто не убил его и не победил его силою Господа. И я верю, что нам нужно это осознать и избавиться от этих вещей, когда они еще в зародыше, когда они еще маленькие. Осознать это, когда я нянчусь с маленьким монстром. Знаете, маленький монстр при любодеянии, который, знаете, ничего особенного. Он просто здесь в смартфоне. Ты просто нажимаешь два раза и ты там. Но это маленький монстр. И это не только это. Его нужно убить немедленно. Потому что этот монстр, который вырастает, он занимает территорию больше и больше. И потом наступает время, когда он готов убить тебя и меня, если я с ним не разобрался. Итак, третье или четвертое. Очень важно убить монстра, пока он еще маленький. Пока он еще в зародыше. И в конце несколько слов скажу, перед тем, как помолимся. Очень важных слов. Скажу так, что вы и я, мы всегда должны быть уверены в следующем. С чем бы я ни сталкивался в своей жизни. С чем бы вы ни столкнулись в своей жизни. Сам великий Господь. Великий победитель, который победил самого главного дракона. Который победил дьявола. Которого победил сатану. Он с нами. И он учит нас сражаться. И он поддерживает нас на каждом шагу. И в конце концов, он есть тот, кто наносит смертельный удар. И нанесет окончательный смертельный удар. И сокрушит, как написано в Римлянам 16.20. Сокрушит под ногами нашими сатану вскоре. Он сокрушит. И это его силой мы делаем. Не своей силой. Это Господь. И это очень важно. Чтобы мы понимали. Что мы не только понимали, но были уверенными. Что Господь, он есть победитель. Он в моей жизни. Он со мной. И он помогает мне. И он делает меня победителем. И также послание 6.18. Ефесянам послание 6 глава 18 стих говорит следующее. Вы знаете, что 18 стих завершает вот этот раздел главы, где написано о всеоружиях Божьих, где написано о броне, где написано о броне праведности, там о щите веры и так далее. И 18 стих говорит такие слова. «Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И кто верит, да скажет Аминь». То есть послание официальном 6.18 учит нас, что мы должны молиться за всех святых. Что значит молиться за всех святых? Апостол Павел в этом послании учит нас, что мы должны прикрывать спину друг друга. Молиться за всех святых – это значит прикрывать друг друга со спины. Мы должны молиться друг за друга, заботиться друг о друге. И это часть оружия, которое запланировано, потому что вот об этом ничего не написано. Есть щит веры, есть меч, есть броня праведности, есть член, есть обувь, есть пояс. Но сзади, что находится сзади? Поэтому никто из нас, никто из нас не должен вступать в битву в одиночку. Дьявол хочет, чтобы мы вступали в битву в одиночку, чтобы мы остались одни, чтобы какой-то дракончик отделил нас и чтобы мы остались в стороне. Но нам нужны братья и сестры. И знаете, из этого есть два важных вывода. Первое. Очень важно, чтобы каждый из нас был укоренен в церкви. Очень важно, что нам нужна поддержка, подотчетность и любовь в тело Иисуса Христа. Сам я, мне будет очень сложно, потому что, по крайней мере, я не могу увидеть того, что находится сзади меня. Есть кто-то, кто может мне помочь и подсказать, что вот здесь, с тылу, там что-то опасное находится. И нам нужно быть подотчетными и быть в любви тела Иисуса Христа, его церкви. Нам нужно быть подчиненными в любви нашей духовной семье и быть верными духовной семье, быть в духовной семье. И второй вывод, который я хочу сказать, который здесь есть, на мой взгляд, это удостовериться, что я и ты, все мы, каждый из нас, заботимся о своих братьях и сестрах во Христе так же, как хотим, чтобы они заботились о нас. Нам нужно сражаться за свою духовную семью. Нам нужно быть верными духовной семье, быть частью этого, быть щедрыми, терпеливыми и, самое главное, любящими. И понимать, что за моей спиной не враг, но за моей спиной есть кто-то, кто будет сражаться, если враг зайдет с тыла. Знаете, жизнь нелегка, мы это знаем, и мы знаем, что в этой жизни мы будем иметь трудности. Иисус говорил нам об этом, Он уверял нас в этом, но так же Он сказал нам, Он сказал, мужайтесь, потому что я уже победил мир. Иногда мы будем ранены, иногда у нас будут сложные времена. Время от времени мы даже будем проигрывать какие-то битвы. Такова суть войны. Но награду получит тот, кто сражается, не просто сражается идеально, а тот, кто продолжает сражаться. И я думаю, что то, кем нам нужно быть, это теми, кто снова встает, быть теми, кто, как говорит Писание, кто претерпел до конца, быть теми, кто продолжает побеждать своих монстров маленькими или чуть-чуть большими, если что-то пропустил, но продолжает сражаться и доверять Иисусу Христу. Поэтому хочу с вами помолиться, чтобы мы были теми, кто претерпел все до конца и получил награду от нашего Господа, чтобы каждый из нас получил награду и там в вечности, и здесь на земле, когда мы понимаем, что наша битва выиграна, когда мы понимаем, что Господь на нашей стороне, и Он поможет нам, Он даст нам победу не только с внешним врагом, не просто с дьяволом, который, знаете, или с собирательным дьяволом, или как там, но есть вещи, которые внутри нас, и они намного ближе, чем дьявол, они намного больнее ранят, чем то, что находится вне, потому что мы защищены уже от внешних врагов, но внутренние враги, наши дракончики или драконищи, кстати, я без имен, но Господь поможет нам победить в этих битвах. Давайте склоним свои головы, закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы молимся прямо сейчас, во имя Твое, мы приходим к Тебе, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам силы, чтобы Ты дал нам мудрости, чтобы прежде всего, Господь, мы могли увидеть то, что мы должны увидеть в своей жизни, Господь, чтобы мы могли понять и увидеть Твою волю и то, что говорит нам Твое Слово, Господь, что является этими неправильными вещами, с которыми нам нужно сражаться и также нам нужно признать, что эти вещи, они существуют в нашей жизни и чаще всего мы понимаем и видим и знаем, что это есть и что это есть и также, Господь, помоги нам возненавидеть то, что неправильно, то, что мы понимаем, может разрушить нас, разрушить нашу жизнь, разрушить то, что мы строим, Господь, и мы не хотим идти на компромисс и делать грех, и мы часто делаем это, потому что мы не рассматриваем их как разрушающих врагов, которые могут разрушить нашу жизнь, которыми они являются на самом деле, но мы видим, что это безобидное, как бы не очень хорошее или даже приятное, но это наши враги, которые хотят разрушить нашу жизнь, Господь, и мы молимся о том, чтобы ты дал нам мудрость увидеть это и понять это, и также избавиться от этого, когда они еще маленькие, эти вещи, Господь, когда они не выросли еще, и они не начали нас губить, нашу жизнь, наше окружение, нас самих, наше хождение с тобой, наше служение, наше будущее, Господь, помоги нам в этом, и также, Господь, помоги нам понять эти две вещи, что мы не одни, у нас есть ты, у нас также есть тело Иисуса Христа, которое нужно нам, и у нас есть тело Иисуса, церковь, в которой мы нужны, Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь, Господи, и чтобы, пусть эта ключевая мысль сегодня останется в нашем сердце, что эти так называемые драконы, о которых мы говорим, они должны быть разрушены, они должны быть убиты, они должны быть локализованы, они должны быть убраны из нашей жизни, из наших сердец, из нашей внутренности, чтобы мы на самом деле могли быть теми, кем ты хочешь нас видеть, Господь, чтобы они не смогли повлиять на нас так сильно, чтобы они не смогли вырасти, Господь, в нас и захватить территорию нашего сердца, нашего разума, наших мотивов, Господь, чтобы они не стали нас мотивировать, чтобы они не стали нами управлять, Господь, и тогда мы не понимаем, что происходит, Боже, но мы ходим перед Тобой, мы верим в Твое Слово, мы верим в Твою благодать, и мы верим, что мы справимся по благодати Твоей. Ты дашь нам ясность, чтобы мы могли видеть, что происходит и что есть что, Господь. Благодарим Тебя и благословляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.